Дмитрий Александрович Он его возглавил несколько лет назад, в 2012 году, и поднял его на журнал на недосягаемую планку, на очень большую высоту. И у него много публикаций англоязычных, он редактор англоязычных сборников, один из которых в издательстве Брилл скоро-скоро выйдет. И, соответственно, вопрос времени был только то, когда Дмитрий Александрович выпустит свою первую книгу, и вот, к счастью, она вышла именно в нашем проекте, нашего издательского дома. Ну, подробнее про книгу я не буду отнимать хлеб у Дмитрия Александровича, он расскажет сам. А спустя какое-то время, когда он ее представит, содержательно, можно будет задать вопросы и поучаствовать в дискуссии. Вот, спасибо большое. Дмитрий Александрович. Спасибо большое за представление, спасибо большое за возможность быть здесь, и спасибо тем, кто пришел, за то, что пришли. Ну, тема моего выступления, тема лекции, я ее назвал так, почему прервался процесс секуляризации и ждать ли его возобновления в России и вообще. Ну, собственно говоря, книжка, про которую здесь идет речь, она посвящена истории теории секуляризации, то есть истории того, как ученые в 20 веке пытались осмыслять процесс утраты религии своей социальной значимости. То есть процесс, в ходе которого присутствие религии в обществе все больше и больше уменьшалось. Надо сказать, что процесс секуляризации в 19 и 20 веке казался чем-то абсолютно незыблемым, чем-то абсолютно предопределенным, тем, что просто должно было происходить, потому что должно было происходить. И действительно, нам сегодня, в 2019 году, даже трудно себе представить, что собой представляла эта самая секуляризация еще в веке 20. Ну, для того, чтобы каким-то образом проиллюстрировать этот тезис, я приведу пример. Этот пример касается как раз того, что происходило с религией в 20 веке. Этот пример, в принципе, вы сами можете его найти, для этого достаточно воспользоваться Ютубом и набрать там два слова. Первое слово – это насер, второе слово – это хиджаб. Насер – это пример касается Египта. Насер – это президент Египта, который был президентом в 50-е и 70-е годы. И, соответственно, вот на этом ролике видно, как он выступает перед очень большой аудиторией и, собственно говоря, рассказывает о том, как он разговаривал с лидером движения «Братья-мусульмане». «Братья-мусульмане» – это одно из первых исламистских движений, которое существует до сегодняшнего дня, и на территории Российской Федерации оно признано террористическим. Так вот, лидер движения «Братья-мусульмане» Саид Кутб, он жил в Египте и, соответственно, был египтскими властями арестован и впоследствии казнен. Но до того, как он был казнен, он встречался с президентом Египта, и, соответственно, этот президент пересказывал содержание их дискуссии. И, соответственно, рассказывая о содержании этой дискуссии, он говорит, ну вот я спросил его, то есть президент Египта спросил Саида Кутба, что вы хотите, какие ваши требования. И на что он получил ответ, что первое главное, что мы хотим, это чтобы все женщины одели хиджабы. В этот момент, ну надо видео смотреть, в этот момент вся аудитория начинает смеяться. То есть это воспринимается как что-то невероятно смешное. И в этот момент из зала кто-то кричит, пускай сам наденет. И снова все начинают смеяться. Дальше этот Нассер продолжает и говорит, ну я вот спросил его, вот твоя дочь, она ходит в медицинскую школу, и она не носит хиджаб. На что Саид Кутб ответил, что ну я не могу ее заставить. В этот момент тоже все смеются. И тут, значит, Нассер произносит свой как бы главный панчлайн. Он говорит, что ну если ты не можешь заставить носить хиджаб свою дочь, то как же ты хочешь, чтобы я заставил носить хиджаб 10 миллионов человек. И в этот момент снова все смеются. И, собственно говоря, этот самый Нассер, он даже приводит пример, что такого рода требования, они напоминают ему требования одного египетского правителя, который вынес указ, в соответствии с которым людям запрещалось ходить днем и разрешалось ходить только ночью. То есть, ношение хиджаба воспринималось, это 1958 год, воспринималось как что-то, ну невероятно смешное и невероятное, чтобы женщина снова одела хиджаб. И что мы видим, прошло буквально 50 лет, и мы смотрим на то, что происходит в современном Египте, мы видим, что 90% женщин носят хиджабы. И когда некоторое время назад один из министров египетского правительства выдвинул робко предположение, что, наверное, стоит от этой практики отказаться, как от архаической, то тут же 130 членов парламента выступило с петицией, что этого министра необходимо отправить незамедлительно в отставку. То есть мы видим, какую дистанцию мы прошли за вот эти самые 50 лет. От ситуации, когда религиозные традиции, религиозные практики воспринимались как что-то невероятно смешное, нелепое, архаичное, то, от чего уже отказались и к чему вернуться, так же смешно, как вернуться к, не знаю, к правилам, когда людям запрещено ходить днем и разрешено ходить только ночью, к ситуации, когда эти самые религиозные практики снова воспринимаются как нечто само собой разумеющееся, и сам призыв поставить эти практики под сомнение начинает восприниматься как что-то такое почти крамольное. Ну, чтобы не говорить только о Египте, можно привести в пример и нашу с вами страну. Да, вот тоже та дистанция, которую мы прошли от секуляризации 20 века к сегодняшнему дню. Ну, например, я недавно посмотрел фильм, был такой советский режиссер Сергей Изнштейн, и у него был фильм «Бежен лук». Ну, сам фильм не сохранился, но можно посмотреть кадры из этого фильма. И там один момент, который мне прям очень понравился, не понравился, но зацепил. Это момент, когда показано, как крестьяне, значит, выносят из церкви разного рода церковную утварь и переоборудуют церковь в клуб. И это все преподносится не так, как это сейчас можно часто увидеть, как какие-то большевики там, значит, с наганами, в кожаных куртках, значит, выгоняют всех из церкви. Нет, это показано, как что-то невероятно радостное, прогрессивное, что вот, значит, была церковь, там непонятно, что происходило, и вот, наконец-то, значит, самый эмансипированный крестьянин, значит, вытащил из церкви все, что там было, и теперь там будет какое-то пространство, где можно устраивать какие-то лектории, какие-то заседания, какие-то проводить собрания. То есть, как вот движение к чему-то светлому, замечательному и так далее. Ну и, соответственно, опять же, то дистанция, которую мы прошли, сегодня себе такое представить попросту невозможно, можно даже, наверное, сесть в тюрьму за саму идею такого рода предложений. Соответственно, вот за буквально несколько десятилетий мы прошли путь от ситуации, когда религия – это что-то смешное, нелепое, архаичное, к ситуации, когда снова начали опираться на какие-то духовные скрепы, какие-то традиционные ценности, и снова религия стала повсеместной. То есть, если читать новости, то религия, она такое ощущение, что повсюду просто. Значит, почему это произошло? Почему процесс секуляризации заглох? Ну, во-первых, когда это произошло? Это произошло где-то с конца 1970-х годов. Начинаются процессы, которые как бы оборачивают процесс секуляризации, приводят к тому, что религия, наоборот, начинает наращивать свое присутствие в обществе. Ну, в этой связи чаще всего упоминают два знаковых процесса. Они произошли в разных частях света. Первое – это то, что произошло в Иране в 1979 году. Это знаменитая Иранская революция, когда к власти пришли, ну, исламисты, которые взяли курс на строительство, создание Исламской республики в соответствии с традициями ислама, во главе с духовными лидерами, аятолами. Собственно говоря, эта революция в Иране доказала, что религия – это не какая-то архаичная сила, но что она способна перестраивать, оказывать решающее влияние, в том числе и на современные общества. И второе событие, знаковое, оно произошло уже в совсем другой части света. Оно произошло в Соединенных Штатах Америки. Это тоже 70-е годы, и речь идет о подъеме движения христианских правых. Христианские правы – это такой был очень причудливый, и до сих пор есть, такой очень причудливый конгломерат консервативных, прежде всего, христиан, ну, также там и иудеи присутствуют, и мормоны, которые восстали против культурной революции, которая произошла в Америке в 60-х годах. Ну, вы знаете, сексуальная эмансипация, феминизм, там разные всевозможные права, уход христианских ценностей из публичного пространства. И, соответственно, в качестве реакции на эти события возникло движение христианских правых, консервативных христиан, которые активно пошли в политику для того, чтобы осуществить, так сказать, духовно-нравственное возрождение Америки. Ну, что касается иранской революции, то влияние ислама и исламизма на современный мир, оно всем известно и не нуждается в пояснении. То есть то, что было движениями внутри отдельных исламских стран, превратилось в такое вот глобальное транснациональное движение, которое затрагивает и Европу, и Америку, и Россию. И так далее. Что касается христианских правых, то, опять же, это движение возникло, но оно не утратило до сих пор своей значимости. В частности, говорят о влиянии представителей этого движения на успех Дональда Трампа на последних выборах. И точно так же, как и исламизм превратился в транснациональное движение, так и движение этих христианских правых тоже превратилось в движение транснациональное, которое борется как раз с последствиями либерализации, на этот раз уже по всему миру. Ну и, соответственно, то, что началось с конца 70-х годов, продолжилось. Ну, в частности, еще одним знаковым событием, естественно, был распад Советского Союза и, соответственно, банкротство той атеистической, антирелигиозной, антиклирикальной политики, которая в Советском Союзе проводилась. То есть вот те тенденции, которые обозначились в конце 70-х, они только усилились. И, надо сказать, еще одним сюрпризом было не только то, что религия так стремительно вернулась, но то, что она вернулась еще и во своих наиболее консервативных, ортодоксальных, фундаменталистских формах. То есть не в формах такой модернизированной религии, ну там, как вот Второй Ватиканский Собор, например, вот этот вот курс на аджурнамент, на осовременивание. Нет, религия вернулась в своих наиболее консервативных, фундаменталистских и ортодоксальных формах. Именно эти движения сегодня оказываются на подъеме. И то же самое можем наблюдать и в современном православии. Еще лет 20 назад, когда ученые как-то описывали палитру современного православия, они выделяли в нем несколько крыльев. Там либеральное крыло, консервативно-сентриское и фундаменталистское. Так вот, за прошедшие там несколько десятилетий либеральное крыло практически исчезло, а акцент основной, он сместился очень сильно вправо. И надо сказать, что вот это возвращение религии, оно было опознано учеными, исследователями, интеллектуалами далеко не сразу. Потому что у интеллектуалов есть определенное предубеждение в отношении религии. То есть религия – это такое слепое пятно для современных интеллектуалов. И неудивительно, что вот этот религиозный подъем XX века, он стал одной из тех фундаментальных социальных трансформаций, которая была абсолютно пропущена, незамечена в социальной науке. Ну, это не единственная, конечно, такая глобальная трансформация, которая была пропущена. Другой глобальной трансформацией оказался крах социалистического проекта. Ну вот по поводу того, как религию не замечали, я могу просто привести два таких анекдотических примера, которые приводил в своих книгах и лекциях Питер Бергер, такой очень известный, может быть, крупнейший социолог религии XX века. К сожалению, он недавно умер. Он рассказывал, во-первых, он рассказывал про то, как, значит, накануне иранской революции, то есть накануне 1979 года в Иран приехала группа американских социологов на конференцию. И они ходили по Тегерану и видели вокруг каких-то людей, которые ходили там с зелеными флагами, и повсюду были портреты хамейни. И они у своих иранских коллег, таких же интеллектуалов, спросили, а что вообще происходит, что это вообще за люди? И получили ответ, что не обращайте внимания, это значит, понаехала тут деревенщина, короче говоря, не обращайте внимания. Это вот все происходило прямо накануне иранской революции. И второй пример он приводил, который касается как раз второго примера, из тех, которые я приводил, примеры относительно христианских правых. Как Питер Бергер ходил на радио и участвовал в программе по поводу американской политики, американских выборов. И там был специалист, программу вел специалист по электральным процессам в Америке. Ну и, соответственно, Питер Бергер говорил про евангельских христиан, который является костяком этих самых христианских правых. И ведущий, как бы в первый раз услышав об этих самых евангельских христианах, так его несколько ехидно спросил, а это вообще, как бы, сколько их? На что Питер Бергер ему ответил, ну, миллионов семьдесят. То есть, как сказать, специалист по электральным процессам пропустил группу в несколько десятков миллионов. То есть религия – это такая слепая зона современной общественной науки, такой слон в центре комнаты с посудой, и которого никто не замечает, пока он не начинает, собственно говоря, крушить ту посуду, которая повсюду разложена. Значит, собственно говоря, так вот, почему произошел, почему секуляризация застоприлась, почему начались эти самые обратные процессы? Ну, здесь можно, на мой взгляд, ключевой фактор того, почему секуляризация застоприлась, связан с тем, что произошел кризис секулярных политических идеологий. То есть, что я имею в виду? То есть в XX веке были несколько, так сказать, великих политических проектов. Первый великий политический проект – это был коммунизм или социализм, и второй великий политический проект – это был западный либерализм, капитализм. Каждый из этих проектов давал ответ на вопрос о том, как создать сильное государство, способное противостоять кому угодно в мире. Ну, то есть выиграть конкуренцию с соседями, не быть завоеванными, не стать, так сказать, чьей-то колонией. Для этого надо было модернизироваться. И было представление о том, что вот можно было идти двумя путями. Можно было идти путем социализма, можно было идти путем капитализма. И каждый из этих путей, в принципе, подразумевал отказ от религиозных традиций, которые воспринимались как некая архаика. То есть мы отказываемся от своего архаического прошлого и устремляемся в будущее. И вот у нас есть конкретные рекомендации по поводу того, как это самое светлое будущее приблизить. То есть было какое-то понимание того будущего, к которому мы движемся. Оно или социалистическое, или же оно такое капиталистическое, либеральное. Но вот к концу 20 века выяснилось, что оба этих проекта потерпели неудачу. То есть едва ли социалистический путь развития в духе СССР сегодня имеет много сторонников. Но и либеральный путь, основанный на простом копировании западных институтов, также не выглядит особенно привлекательным. И в этой ситуации как бы возникает такой идеологический вакуум. Нету больше образа будущего. И возникает, собственно говоря, такая лакуна, которую необходимо чем-то заполнить. Но, в принципе, даже по новейшей истории России мы это видим. То есть социалистический путь, социалистический окончился неудачей, провалом. Но и в 90-е годы попытка такого либерального пути, попытка копирования западных институтов, она тоже не привела к успеху. И, соответственно, остается эта самая лакуна. И чем ее заполнять? И тут, соответственно, как раз и возникает религия в качестве такого вот, как сказать, того, что может эту лакуну заполнить. Есть очень хорошее высказывание, которое я впервые услышал у такой есть исследователь, известный Георгий Дерлугьян. А он его услышал у другого известного советского ученого. Я не помню его фамилию, поэтому я не буду говорить. Но мне очень нравится эта фраза. Она звучит как «Когда в доме погасло электричество, остается пойти в подвал и достать масляную лампу деда». Соответственно, в ситуации, когда у нас больше нету никаких таких больших модернизационных проектов, нету образа будущего, которому мы видим, но остается действительно пойти в подвал и достать эту самую масляную лампу деда. И религия, она в некотором смысле стала той самой масляной лампой деда. То есть чем ты таким, ну, как сказать, чем ты вынужден пользоваться в ситуации, когда никакого электричества в доме не осталось. Но, собственно говоря, о причинах можно говорить не только о кризисе секулярных политических мировоззрений, но и в целом о кризисе секулярных мировоззрений как таковых. То есть в 20 веке была очень сильная вера в науку, сильная вера в научно-технический прогресс. И считалось, что прогресс науки, он будет способен решить основные, скажем так, морально-практические вопросы, которые волнуют современного человека. Но вот это обещание, которое было, оно не было исполнено. То есть, как сказать, наука не смогла дать ответы на ключевые вопросы, которые волнуют человека. Ну, например, что такое справедливое общество, как предотвратить войны, как решить миграционный кризис. Кроме того, многие достижения науки, например, в сфере биотехнологий, создали, лишь умножили разного рода этические дилеммы, не имеющие однозначного решения внутри науки. Не удалось решить проблему смерти, не удалось решить проблему страдания, проблему болезней. Наконец, не удалось решить экзистенциальные проблемы, которые волнуют человека. Там проблема смысла жизни, например. И, соответственно, вот в ситуации, когда обещания такого научного, естественно-научного мировоззрения, они не были выполнены, реализованы, все это сделало религиозные идеи востребованными. Ведь религиозные традиции имеют мощное этическое, символическое, образное, поэтическое содержание, оказывающееся как никогда уместным, например, в спорах о ценности человеческой жизни или же о допустимости добровольного отказа от нее. И мы, собственно говоря, видим, как, например, в философии, в политической философии происходит переосмысление роли религии, как даже в левой философии, казалось бы, атеистической, марксистской, все равно происходит поворот к религии, поворот к теологии. Ну, например, в творчестве таких авторов, как Олен Бадью, Славой Жижек, Джордж Агамбен, которые, собственно говоря, пытаются вывести левую политическую мысль, марксистскую, из того тупика, в котором она оказалась в конце XX века. И в качестве такого, как путеводной ниточки, которая способна вывести эту левую мысль из кризиса, как раз и рассматривается теологическое наследие, ну, в частности, апостола Павла. Ну и даже в либеральной политической философии происходит поворот к религии. Например, в творчестве Юргена Хабермаса, который начинает после событий 9.11, то есть после террористической атаки на Нью-Йорк, крушения башен Близнецов, он начинает говорить о постсекулярном обществе и, скажем так, о постсекулярном повороте, который должны пережить современные демократические государства. И мы видим, как религиозный фактор начинает, собственно, проявлять себя повсюду, причем даже в тех контекстах, которые очень трудно назвать, собственно говоря, религиозными. Даже в Европе, казалось бы, Европа – самый секулярный регион современного мира. То есть европейцы особенно не ходят в церковь, и если, так сказать, погулять по Европе, то можно увидеть, как многие здания, очевидным образом раньше бывшие церквями, как они были переоборудованы. То есть, например, идешь по улице и видишь, ну, это точно церковь. Подходишь ближе и видишь, что там уже находится какой-нибудь клуб, там люди стоят в смокингах с какими-то там бокалами. То есть то, что было церковью, стало, ну, каким-то таким светским учреждением, клубом, складом, рынком и так далее. Но даже в европейском контексте мы видим, как влияние религиозного фактора усиливается. С чем это связано? Ну, это связано, прежде всего, с тем, что современный мир, он глобален и транснационален, и в этом мире происходит движение идей и людей. И, в частности, в Европе возникает проблема с мигрантами, и, в частности, проблема с исламом. Ну, она воспринимается как проблема европейскими националистами, которые начинают рассуждать про то, что, ну, вот, значит, эти мусульмане, они витальны, у них много детей, у них крепкие традиции, а у нас, у европейцев, у нас нет больше этих самых крепких традиций, у нас плохая демография, мы не такие витальные, и через какое-то время нас неизбежно эти самые люди с чужой культурой, они нас вытеснят. И если посмотреть на современных правых популистов европейских, которые в последнее время очень успешно показывают очень хорошие результаты на разного рода выборах, мы видим, как они, собственно говоря, начинают использовать эту риторику и обращаются к христианской традиции. Ну, не потому, что они какие-то очень набожные, очень религиозные, а потому что эта христианская традиция воспринимается ими как такой, ну, как оберег, защита от тех, кого они воспринимают в качестве чужаков. Ну, вот в качестве примера можно привести Италию. Такая есть там партия, она раньше называлась Лига Севера, теперь она называется Лига. Это партия, которая изначально была партией Севера Италии, которая, главный их враг был Юг Италии. То есть они вообще хотели отсоединиться, чтобы Север Италии, богатый, процветающий, отсоединился от Юга Италии, который экономически не развит, люди там, как они считали, плохо работают и так далее. Но эта партия претерпела определенную трансформацию. Из Лиги Севера она превратилась просто в партию Лига. И теперь главный ее враг – это как раз мусульмане, мигранты, которые туда, в Сицилию, на юг Италии приезжают и распространяются по всей территории. И, собственно говоря, лидер этой партии, Матео Сальвини, эта партия показала очень хорошие результаты на выборах, и он сейчас стал министром внутренних дел Италии. И вот он в своей предвыборной кампании, в качестве символа той борьбы, за которую он выступает, он поднял католические четки. Ну, надо сказать, что, как сказать, попытка обсуждать религиозную сторону вот этого жеста Сальвини, она, вот я пытался обсуждать там с монахами на севере Италии, но они как-то стали смеяться. Настолько у них эта партия не ассоциировалась ни с каким христианством, потому что изначально партия вообще была языческой. Но вот она повернулась к христианству. И почему католические четки? Потому что, с одной стороны, против мусульман, но, с другой стороны, против Европейского Союза. Как второй враг с точки зрения европейских популистов, националистов, они считают, что Брюссель продвигает, ну, во-первых, он лишает суверенитета отдельные государства в рамках Европейского Союза, и, кроме того, продвигает те ценности, которые, скажем так, несовместимы с будущим этих самых стран. Ну, в частности, идеи не дискриминации, там, права меньшинств и так далее. Ну и, соответственно, чтобы противопоставить что-то Брюсселю, появляются эти католические четки, которые символизируют традиционные ценности, там, традиционные семьи, забота о демографии и так далее. То есть даже в европейском контексте мы видим, как религия начинает играть все более и более значимую роль, по крайней мере, в политике. То есть не могу сказать, что европейское общество становится более религиозным, но как минимум, как политический фактор, религия начинает даже в этих контекстах играть все более значимую роль. И надо сказать, что сегодня мы находимся, трудно, конечно, говорить, мы не можем в будущее заглянуть, но такое ощущение, что мы находимся как бы на пике вот этого процесса десекуляризации, то есть возвращения религии, когда религия такое ощущение, что повсюду, и мы видим, как, собственно говоря, религиозный язык описания, он начинает вытеснять все остальные. Ну, например, когда мы говорим о миграции, мы не говорим, как это было раньше, там, допустим, в Европе было, там, турки, сирийцы, не знаю, алжирцы, албанцы. Вместо этого все они называются мусульманами, и проблема начинает позиционироваться как проблема ислама. Ну, надо сказать, что и в российском контексте в последние годы происходит нечто подобное. Раньше говорили, там есть мигранты из Таджикистана, Узбекистана, а сейчас снова стали говорить, что вот есть, значит, некая исламская миграция, исламская угроза и так далее. И вплоть до того, что даже военные конфликты начали описываться на религиозном языке, то есть шииты против суннитов, там, христиане против мусульман и так далее. То есть такое ощущение, что... Ну, такое ощущение, что мы вообще вернулись в какой-то 16 век, снова какие-то религиозные войны и так далее. Но вот ощущение, что этот религиозный язык, он начинает просто подминать под собой любые другие. Возможные языки описания. Так, это вот я сказал по поводу того, почему, собственно говоря, на мой взгляд, секуляризация застопорилась, прервалась. Теперь я хотел бы немножечко поговорить о том, ждет ли нас возобновление этого самого секуляризационного тренда. Но опять же, как я сказал, такое ощущение, что мы сейчас находимся на пике этого процесса десекуляризации, возвращения религии, когда религия, такое ощущение, что заполняет собой все возможное пространство. И ощущение, что на этом пике происходит какой-то перелом в отношении к религии, к религиозным традициям. То есть если вернуться к нашему примеру с этой масляной лампой, то электричеством, то на лицо ощущается какая-то очевидная тоска по этому самому электричеству. То есть вот эта вот самая масляная лампа деда, это, конечно, хорошо и весело, но только первые два часа или первые два дня, но вечно сидеть рядом с этой масляной лампой достаточно становится скучно. Кроме того, выясняется, что у этой масляной лампы есть масса недостатков. От нее можно легко загореться, и появляется понимание того, что предки как бы не зря предпочли этой самой лампе электричества. То есть что произошло в результате секуляризации? В результате секуляризации, в некотором смысле, то, что такое религия на практике, было во многом забыто. Вот эти все темные стороны религии, они были забыты. И сегодня мы наблюдаем воочию вот эту самую темную сторону религии. То есть у религии есть как светлая сторона, позитивная, так и сторона темная. Вот эту темную сторону мы сейчас можем в целом ряде случаев наблюдать. То есть насколько религия мощная сила, и что религия, собственно говоря, способна делать с человеком. Ну вот для меня таким примером, который меня как-то так поразил, я смотрел документальный фильм про одно из мест, таких как паломничество, где находится могила одного уважаемого святого. И что меня поразило из рассказа, то девушке, которая там обитала, как паломники едят землю с этой могилы. И вот этот образ вот этого современного человека 21 века, который ест землю с могилы святого, он как-то вот, ну не знаю, то есть это какая-то вот, не знаю, темная сторона религии, то есть что она способна сделать и с человеком, и, возможно, даже с обществом. Соответственно, ждет ли нас в будущем возобновление процесса секуляризации? Ну, как минимум, это тот сценарий, который совершенно точно невозможно отрицать. Вот если брать социологию, то опять тут большие споры, не все с этим согласны и так далее. Но если брать, например, недавний опрос Эвциома, который показывает, что, например, молодые люди, для молодых людей характерна очень низкая религиозность. И, например, в книге Вадима Радаева, который будет выступать после, там тоже, это исследование миллениалов, и там тоже приводится интерес, там небольшой фрагментик посвященный религии, но там тоже приводятся очень интересные данные, согласно которым миллениалы, ну это люди, которым сейчас от 18 до 35, 36 лет, это наименее религиозное поколение из всех имеющихся в данный момент. Кроме того, мы видим нарастание разного рода конфликтов вокруг религии, ну вокруг строительства храмов, вокруг передачи церкви разного рода помещений. То есть я в этой связи говорю о конце проправославного консенсуса и о том, что религия из фактора консенсуса, каковым она была там еще лет 10-15 назад, превращается в фактор конфликтогенности. То есть это то пространство, в котором происходит какой-то раскол зримый, и в котором происходит все большее количество конфликтов. Соответственно, вот эти вот наблюдения позволяют мне, по крайней мере, предполагать, что сценарий возобновления процесса секуляризации, он не является таким уж маловероятным. Но при этом я хотел бы сказать, что если этот процесс секуляризации возобновится, то он точно не будет повторять повторением того опыта, который был в 20 веке, потому что очень многие вещи поменялись. В частности, что поменялось, это оказалось размытым представление о религиозном и светском. То есть если в 20 веке еще можно было четко разделять, где религиозное, где светское, то сегодня все во многом смешалось, и мы имеем дело сегодня не столько даже с неким жестким противоставлением религиозного и светского, сколько с какими-то гибридными формами, где религиозное и секулярное причудливым образом смешиваются. Ну, какие-то два примера, самые частые в этой связи упоминаемые. Это первый феномен духовности, когда люди говорят, что я, в принципе, человек не религиозный, но и нельзя сказать, что я прям светский, я вот духовный. То есть что это значит, понять трудно, но вот это какая-то гибридная категория, в которой смешиваются элементы с одной стороны религиозности, с другой стороны, ну, какой-то светскости. Ну, другой пример тоже часто упоминаем, это так называемый феномен православных атеистов, то есть когда человек не верит в Бога, но при этом считает себя православным. И, в принципе, то есть, на мой взгляд, сценарий возобновления секуляризации, он вполне-вполне реален. Ну, конечно, что будет на самом деле, мы не знаем. Ну, и, соответственно, закончить я хотел бы тем, сказав, что, как бы, размышляя о секуляризации, десекуляризации, размышляя о религии, очень важно не стать заложником такого черно-белого мышления. То есть или видеть в религии исключительно что-то светлое и замечательное, или же видеть в религии исключительно ее, как бы, темную, негативную сторону. Мне кажется, что в религии присутствует и то, и то. И, соответственно, ну, как бы, такой главный вызов сегодня – это вот удержание вот этого сложного отношения к религии и понимание ее и светлых сторон, связанных, в частности, с удержанием этого вертикального измерения человеческой жизни и, скажем так, ресурс сопротивления попыткам некоторых так называемых, не знаю, как их назвать, короче говоря, свести человека либо к животному, либо к какому-то, какой-то машине или к какому-то сложно устроенному компьютеру. То есть здесь религия – это очень важный ресурс сопротивления подобным редукционистским концепциям человека. Ну и, соответственно, и темную сторону религии тоже нельзя забывать, что религия способна сделать со здравомыслящим человеком, к чему она способна его привести. И как известное высказывание не Достоевского, «Если Бог есть, то все возможно», в том смысле, что нет такого, не знаю, поступка, который невозможно оправдать ссылками на высшую силу. Соответственно, да, вот это удержание сложного отношения к религии, мне кажется, это вот вызов сегодняшнего дня, потому что религия никогда не исчезнет, и каждая попытка эту религию куда-то деть, вытеснить, запретить, выкинуть на свалку историю, она приведет лишь к ее новому, еще, может быть, более вероломному возвращению. И свидетелем этого вероломного возвращения религии мы, собственно говоря, и были последние лет 30 нашей истории. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова